Мэр Сергей Иванов накануне Дня города встретился с журналистами и рассказал, что дальше ждать от его работы на посту городоначальника. Полгода трудится, а планов не меньше, чем на несколько ближайших пятилеток. Самый дорогой, предположительно цена вопроса 5 миллиардов долларов, благоустройство центра города вокруг реки. Об этом ведутся переговоры с крупной сербской компанией. Мэр надеется, будет не хуже, чем на Темзе в Лондоне. Это строительство тех площадок лодочных, это и на воде ресторанчики, которые плавучие, это и, может быть, какие-то интересные гостиничные комплексы. Работа в Нижнем парке продолжится и после Дня города. Зимой планируется заняться осушением территории и наведением порядка в зелёном массиве. В планах построить лестницу из верхнего в Нижний парке. В следующем году наконец-то планируют расширить улицу Баумана и отремонтировать проспект Победы, но главное – реконструкция моста. На следующий год на ремонт Петровского моста от 700 до 1 миллиарда рублей будет потрачено, будет реализован проект по ремонту, а там действительно требуется сегодня капитальнейший ремонт. Одна из приоритетных задач – навести порядок в общежитиях. Их в городе около полутора сотен. Здание в ужасном состоянии, причём часть горожан не платит за жильё и нелегально его сдаёт. Вот в этой части надо навести порядок и, соответственно, принять программу поддержки, приведения в соответствие материально-технической базы, ну и, соответственно, возможно, даже и там, где это общежитие, как общежитие, там и вести заново институт комендантов. Прорабатывается и свой план Гойл-Ро. Ведутся переговоры о реконструкции освещения в центре и благоустройстве на окраинах и в частном секторе. Программа на 2 миллиарда рублей. В мечтах и обновлении всех городских светофоров. А вот решение о ликвидации троллейбусов до сих пор не принято. Мэр ждёт заключения специалистов и предложения от липчан. Кстати, сам он до сих пор так и не стал липчанином. Наверное, единственный в России городначальник, не зарегистрированный в городе. Но работать мэром ему нравится. Правда, иногда думы разные приходят. Думаешь, зачем же попал в это? А потом думаешь, ну, коль попал, значит, надо отнести эту ножку. Татьяна Ермишина, Олег Голобоков, ТВК Новости.